Мусороперерабатывающие комплексы В затраты на организацию полигонов также включено создание мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций. Вся нормативно-правовая база подготовлена, разработана, утверждена. Это правила обращения с отходами, порядок деятельности региональных операторов, в том числе по раздельному сбору отходов. Это порядок определения региональных операторов и конкурсная документация по определению региональных операторов. На сегодня определены пять из восьми региональных операторов, которые будут обслуживать МАОКИ. Оставшихся выберут к 1 мая на конкурсной основе. Первыми к работе приступят операторы с Новочеркасского, Красносулинского и Волгодонского мусороперерабатывающих комплексов. Планируемая дата старта – август 2018. Остальные должны приступить к работе не позже конца текущего года. Аэропорт Плата Кроме того, согласно требованиям законодательства, 10% мест выделено для парковки транспортных средств инвалидов, а также транспортных средств перевозящих инвалидов и детей инвалидов. Они воспользуются выделенными местами бесплатно при наличии знака «инвалид», установленного образца на лобовом и заднем стекле и подтверждающих документов. Мясо, перец и чеснок нашли ростовчане в Финиках. Производят такой чудо-продукт, как оказалось, тоже в Ростове. Фотоэтикетки, на которой указан необычный для продукта состав, появилась в социальной сети. Финики с мясом, перцем и чесноком обнаружили ростовчане в одном из магазинов города. Почта России решила основательно взяться за свой имидж и заодно ввести прогрессивные способы доставки корреспонденции. В Бурятии начали испытания дрона, который доставлял бы почту в ближайшие деревни по воздуху. Снарядили такой экспериментальный аппарат грузовым отделением и, собрав солидную группу почетных гостей, из представителей местной исполнительной власти отправили груз в деревню. Всего дрону надо было пролететь 16 километров. Далее, без комментариев. И напоследок, в сети набирают просмотры новость о необычном художнике из Нидерландов. Стефан Бруше уже несколько лет доказывает, что бананы – это не только вкусные фрукты. Рисуя и вырезая самые разные изображения на этих плодах, художник показывает зрителям, что подлинное творчество действительно не имеет границ. Все началось с того, что Стефан зарегистрировался в Инстаграм и захотел разместить там какую-нибудь фотографию. На столе перед ним лежал банан. Так что мужчина подумал, что будет очень забавно нарисовать на нем смешное лицо и сфотографировать получившийся результат. С тех пор Стефан не устает придумывать все новые идеи для рисунков. Правда, теперь он не ограничивается рисованием, а еще и вырезает на бананах детали своих необычных картин. Редактор субтитров А.Семкин